МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Зима близко, когда в сгоревшем доме на Северном Власихинском в Барнауле появится крыша. Уходим? Закроют ли известную торговую сеть в краевой столице? И почему крупные ритейлеры покидают торговые центры Барнаула? Маленькая большая победа. Ульяна Подпальная вернулась с наградой с международных соревнований. Должны сдать до 1 октября. Сегодня власти Барнаула проверяли, как идет ремонт крыши дома на Северном Власихинском проезде в Барнауле, которое полностью сгорело во время страшного пожара полтора месяца назад. Жильцы дома до сих пор вынуждены жить без кровли. Но подрядчик обещает, что осталось терпеть недолго. Продолжит Ирина Корчагина. Видно сразу, крыша не на месте. Звуки капающей воды уже вызывают нервный тик у жителей дома. Полтора месяца назад крыша полностью сгорела. Тушили дом тогда более 70 пожарных, 25 единиц техники. Площадь возгорания – 1000 квадратных метров. После жаркой ночи сгоревшую крышу наспех затянули пленкой. А спустя пару дней власти города выделили на ремонт 11 миллионов из резервного фонда. Были на объекты, посмотрели саму кровлю. В принципе, есть удовлетворение от той работы, которая уже проделана. Долгое время рабочие расчищали кровлю от обгоревшего мусора. Говорят, темп работ сдерживают дожди, но в целом все идет по плану. Мы уже поставку сделали профлиста, но в субботу начинаем планово уже 2000 квадратов закоплено на эту крышу. Поднимать и делать. А пока жилицам приходится защищать крышу и свои квартиры самостоятельно. Да и никакой поддержки они особо не ждут. Нам сразу сказали, что есть понятие материальной помощи, что мы можем обратиться в соцзащиту, и нам там выплатят в районе 5000. Мы обратились, нам выплатили, но покроют 5000 расходы? Не знаю, у кого-то покроют, наверное. Ночью, когда я выхожу на крышу, это сейчас днем вышли, тут все поулыбались, все хорошо. А когда ты ночью выходишь под дождем с ведром, чтобы воду собирать, вообще не весело. Довести крышу до ума нужно до первых холодов, не за горами зима. По контракту подрядчик должен сдаться 1 октября, если не помешают дожди, конечно. Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком. Остаться на улице перед зимой рискует и пенсионерка из Калманского района. Дом, в котором Наталья Сухарь прожила более 40 лет, в один момент превратился в пепелище. Причина пожара – взрыв бытового газа, который произошел за стеной у соседки Натальи. Хлопок был такой силы, говорят, что в доме рухнули плиты и выбило стекла. К счастью, обошлось без жертв, но пенсионерка решилась всего имущества. Сгорела даже вся одежда. Сегодня в соцсетях начался сбор помощи. Неравнодушных просят поделиться теплой одеждой, предметами первой необходимости. Номер счета, на который можно перечислить деньги, вы видите на своих экранах. Без конфликтов, неожиданностей и сложностей – так учредитель торгового центра «Волна» Евгений Ракшин прокомментировал ситуацию с возможным уходом торговой сети «Ашан» из Барнаула. Дать точный ответ о будущем магазина он отказался. Молчат и в самом «Ашане». Что же происходит с рынком ритейлеров в Барнауле? Этой теме мы посвятили следующий материал. Сейчас со мной в студии его автор Анастасия Дороган. Настя, скажи, пожалуйста, вот здравствуй, хоть кто-то говорит о каких-то перспективах. Это слухи или действительно «Ашан» уходит? Если кто что и говорит, то не на камеру. Но сегодня я пришла в «Ашан» как обычный покупатель. Мне, как обычному покупателю, посоветовали радоваться последним дням. Как жаль. Об этом сейчас расскажу подробнее. «Ашан» встряхнул город. Об этой торговой сети сейчас говорят больше всего. Уходят или нет? Если да, то почему и когда? Так много вопросов, так мало ответов. Перепуганные барнаульцы даже создали петицию «Ашан, не уходи». Евгений Ракшин, учредитель торгового центра «Волна», где базируется один из филиалов «Ашана», узнал о петиции от нас. После этих слов мы сделали вывод, что все-таки придется распрощаться. Точного ответа предприниматель не дал. Сотрудники «Ашана» тоже в неведении. Со мной, как с обычным покупателем, одна продавщица разоткровенничалась. Евгений Ракшин в разговоре подчеркивал, что между торговым центром и сетью, цитата, нет конфликтов, неожиданностей, сложностей в отношениях в чистом виде экономика. Так что же с этой экономикой происходит в Барнауле? В 2015-м из города уехала сеть «ОК». В 2016-м «Магнит» покинул крупные центры. Пару лет назад в одном из торговых центров спального района Барнаула закрылся детский магазин «Бубльгум». Теперь говорят об его уходе из города совсем. В октябре якобы покинет Барнаул «Ашан». По словам Ракшина, факторов покупательской любви слишком много, чтобы соответствовать всем. Я вот хожу в «Ашан», допустим, тут нет ничего, то что мне именно нужно, я иду в ленту. Мне нравится, как расположены материалы. Ну, по ценам. По ценам, да? Да, и по близости. По ценам, да. А вообще куда ходите? Обычно в марьера. Мы часто обращаемся, вот вы как магазин, ярче, там кое-что подешевле прям, тоже, ну они маленькие магазины. В общем, вы идете за ассортиментом. Да. Управляющая одного из торговых центров Анна Поломошнова так прокомментировала ситуацию с «Ашаном». Ну, сложно ему было с самого начала. Как-то то алкогольная лицензия отсутствовала, то открывались, а не закрывались там в галактике, то, ну, еще волне они сложно открылись, по-первых, то вот эти кассы, которые люди не поняли, тележки сначала люди не поняли, там, да, то есть ему больше времени потребовалось бы для того, чтобы эта аудитория сложилась. К тому же многие фишки привлечения покупателей тогда уже использовала лента. Ценовые акции, своя кухня, плюс ко всему крупные торговые центры, куда заходят ритейлеры, все-таки места выходного дня, а жителям удобнее совершать покупки рядом с домом. Поэтому тенденция – маленькие отделы, но их много. А может быть причина еще и в том, что покупательская способность в край, как говорят некоторые экономисты, в целом снижается. Но точное решение представителям торговой сети «Ашан» еще только предстоит озвучить. Лично я для себя сделала вывод, что французская сеть все-таки уходит. Но я была в «Ашане», например, наверное, трижды, и для меня это не будет большим ударом. А вот постоянным покупателям, как тебе, например, Жень, придется перестраиваться. К сожалению, это было через дорогу очень удобно. Спасибо, Настя. Будем смотреть, как развиваются события. Но пока к другим темам. Барнаульцы возмущены массовой вырубкой деревьев в барнаульском поселке Ересной. По их словам, за три месяца из леса исчезло более 20 крупных и около 100 совсем молодых деревьев. С просьбой разобраться люди обратились в нашу телекомпанию. Слово Валентине Аскеровой. Вообще-то земля, это леса, парковая зона у нас раньше была. Здесь ребятишки из школы выходили, эту территорию постоянно убирали. Ну а теперь здесь будет, по словам местных жителей, туристический комплекс. Разрешение на строительство выдала администрация Центрального района Барнаула. Строительные работы идут уже несколько месяцев. За это время, по словам жителей, были вырублены десятки деревьев. Но проблема не только в этом, жалуются они. Новая стройка мешает элементарно пройти к остановке. У нас теперь нет прохода ни к воде, ни к остановке. И нас вынуждают ходить в обход, а это 20 минут по опасной проезжей части, которая без пешеходов. И еще самое интересное, что нам вообще отвечают, что тут вырубок никаких нет. Хотя мы можем сейчас пройти и показать. Зашли, попытались показать, но охрана тут же вызвала полицию, которая попросила удалиться. Факт был? Вырубки деревьев. Заявление писали? Писали. Все хорошо. Вы просто не заходите на территорию частной собственности. С этой территории, с которой нас только что выгнали, по словам местных, спилили 25 сосен за три месяца. Под администрацией города нам пояснили, что территория частная и хозяева могут делать все, что хотят. Кстати, проверяем, действительно ли территория относится к частной собственности. Открываем публичную кадастровую карту. Смотрим место, где мы были, и вот результаты. Земля, согласно карте, относится к землям населенных пунктов. То есть, скорее всего, пояснил нам юрист, принадлежит муниципалитету, а не частному лицу. По словам представителей городской администрации, никакой вырубки не было. С территории лишь убрали валежник. А что ответила полиция? Ничего не ответила. Обращайтесь в суд, говорит. Только пока мы судебное решение дойдем, тут ни одного дерева не останется. Почему возникла такая путаница и кто и на каком основании пользуется землей, предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Здесь уже сказано новое слово в законе. Накануне нового учебного года учителям придумали правила поведения в социальных сетях. Документы, точнее письмо с рекомендациями, разработали совместно специалисты Минпросвещения России и Общероссийского профсоюза образования. Конкретных указаний, что могут учителя размещать в сети, а что нет в этом письме. Правда, нет. В общих чертах рекомендуется не размещать интернет-информацию, способную нанести вред здоровью и развитию детей. Ну а именно, пропагандировать насилие неуважение к родителям, нетрадиционное сексуальное отношение и порнография. Разработчики признали, что причина появления этого письма – скандал, которыми запомнился прошлый учебный год. Прославился и Барнаул, напомним, учительница Наталья Кувшинникова подверглась преследованиям за то, что разместила в соцсетях свою фотографию в купальнике. Отметим, новый документ фотографий в купальниках не запрещает, но и прямо не разрешает, ограничиваясь самыми общими рекомендациями. Ну а мы сегодня решили спросить у барнаульцев, как они считают, должны ли учителя ограничивать себя в том, что размещать в социальных сетях. Я считаю, все мы люди, у всех своя личная жизнь есть. Она же не в школу в купальнике пришла, правильно. Это ее личная страничка, ее личная жизнь, ну это мое мнение. Я думаю, педагоги, учителя такие же люди, они могут вести страницы в соцсетях, иметь какую-то личную жизнь, право на личную жизнь отдыхать. Но они должны всегда помнить, что за каждый какой-то неоднозначный пост, неоднозначное высказание или какую-то резонансную фотографию с них будет двойной, то и тройной спрос. Они живые люди, но я считаю, что такую комплиментирующую и бездранственную информацию какую-то они не должны выкладывать, потому что, ну все-таки, они пример для молодого поколения. Я сама преподаватель. Вот, ну как бы я на странице, в моей странице как бы не читают мои ученики, и как бы есть специально там закрытые страницы, там же можно закрывать. Священники же тоже ведут свои собственные сети там, свои страницы, тоже некоторые там усказываются и так далее. И блоги ведут священники. Наверное, надо проще к этому относиться как-то. Ну, а такой информацией уж точно можно гордиться не только на страницах социальных сетей. Ульяна Подпальная из Барнаула завоевала бронзу в парном разряде на чемпионате мира по парабадминтону. Дочь известных алтайских инваспортсменов Тамары и Андрея Подпальных достойно выступила в швейцарском городе Базиль. Чемпионат проходил с 19 по 25 августа. Помимо Ульяны, сборную России там также представляли 16 спортсменов. В паре с другой спортсменкой Ириной Борисовой Ульяна Подпальная принесла в копилку команды единственную медаль. Кстати, для девушки это не первая крупная победа. Несмотря на свой юный возраст, Ульяна уже становилась чемпионом и призером паралимпийских игр. Через несколько секунд вы узнаете о погоде. Спонсор прогноза компании Эвалар. А я напомню, смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Подписывайтесь. До встречи в эфире.